Полный вперед! Накануне на автодроме Авторинг прошел третий этап Кубка России по зимним трековым гонкам в зачетной группе Национальной. В автосоревнованиях приняли участие 12 спортсменов, оримбуржцы и их иногородние соперники. О том, кому достался главный приз автомобиля Жигули, расскажет Ольга Аксенова. Она тоже болела за наших участников. Почему в гонке? Расскажите. Азарт скорости. Последние напутствия организаторов и поехали. Среди участников гонщики, профессионалы и новички. Рэм, несмотря на молодость, уже имеет первый разряд в этом виде спорта. Александр же только что проехал свою первую дистанцию. Кстати, новичок – священник. Все, что полезно для народа, там должно быть в принципе церковь. Я как представитель нашей епархии считаю, что это правильно. И более того, мы строим школу-интернат для тех сиротов, форпост. Я считаю, что именно этот вид спорта мы должны там развивать. На Оренбургской трассе отец Александр – единственный священнослужитель. Кто чем бы ни занимался в жизни, здесь все равны, говорит батюшка. Среди организаторов мы заметили Владимира Гольцова. Это 11-кратный чемпион. Первый русский победитель гонок трассы Париж-Дакар в 1991 году. Сейчас тренирует молодое поколение. У человека есть, бывают какие-то врожденные данные. Кто-то художник, кто-то певец. У меня получилось так, что я стремился к совершенству управления автомобилем. У меня это получалось. В основном идет Оренбург, область. Но мы имеем гонщиков с Самары, с Башкирии, с Тюмени, с Тольятти приехал. Поэтому собрались пять мастеров спорта. В общем, такая солидная команда. Но мы все равно будем заболеть за наших. Колеса всех железных коней подкованы почти двухсантиметровыми шипами. Поэтому жизнь участников безопасности, уверяют организаторы. Однако на поворотах некоторых участников серьезно заносит. К сожалению, соревнования для бузулычан закончились уже сразу после первого заезда. Ну, снег, перед входом в поворот, момент, когда нужно заворачивать, то есть не видно было. Когда я снега выскочил, уже снежная бруска рядом. От него закусила машину и перевернулся. К счастью, это единственное ЧП на трассе в эти выходные. Гонки на льду закончились уже вечером. Победителем стал участник из Нижнекамска. Второе место занял гость из Тюмени. Оренбуржец Александр Фролов заслужил третье место. Это был последний этап, проходящий в Оренбурге. Следующая борьба за кубок будет уже в Москве. Ольга Аксенова, Дмитрий Григорьев, Орен ТВ.